Дорогие друзья, я думаю, после вопроса «Хаты», после которого последовала такая замечательная песня, я думаю, еще возникли какие-то вопросы, да, Зая? А я думаю, что ты сможешь вполне спеть это, да? Это я повторюсь не смогу, к сожалению, это повторить, могут только единицы. Есть еще вопросы, Зая? Да? Да? Здравствуйте, Гамар Джобот, меня зовут Никос Ихилашвили, я вот родился и вырос здесь, в Москве, и прежде всего хочу засвидетельствовать свое почтение великолепному ансамблю устава в лице его руководителя Азора Кумашвили. И хочу вот начать с чего? Человек, по сути, состоит из, как бы является носителем информации, такой вот памяти, прежде всего генетической и накопленной, и как бы вот настоящей, то, что он видит. И он постоянно находится в анализе, анализирует между, что в нем самом находится, в его памяти. И вот очень важно, что для таких, как бы, людей, как мы, ну так как я, я имею в виду, я родился и вырос здесь, вот фундаментальным, таким вот мощным, мощнейшим, как бы, фундаментом является как раз то искусство народное, грузинское, что вы возрождали и проносили через, из глубины веков до вот наших дней. Поэтому я хочу выразить огромное, ну, вам засветиться, уважение и пожелать, чтобы вы также раскрывали своим творчеством, искусством и на протяжении веков еще, да, вот, сердца будущих поколений, не смотря на где находится человек, не живет он в Грузии или в Европе, или в Америке, или в других континентах, не важно. Он всегда, благодаря вашему именно искусству, имеет такой фундамент генетический, на который он может опереться и окреленно идти по жизни. Спасибо вам, Андро. Да, вот, да, сейчас, секундочку, подставься. Приветствую вас. Добрый день. Меня зовут Андро. Я являюсь журналистом в Совете Грузии в России. И, во-первых, хочу вас поприветствовать и поблагодарить за то, что вы сегодня рядом с нами. У вас великолепный сам был, вы великолепные исторические уже личности, легенды, как мы про нас говорим. И когда я готовился к сегодняшней встрече, я, будучи журналистом, перекопал очень много различных статей, как на русском, так и на грузинском языках. И нашел одну статью. За 81-й год. Известия СССР. Там такие слова. Если можно, нацитирую. Двумя триумфальными концертами в прославленном парижском зале «Олимпия» закончились гастроли по странам Западной Европы грузинского фрагиорного ансамбля песни и танца «Рустар». Это замечательный коллектив, познакомый с самобытным народным искусством Грузии, десятки тысяч зрителей Франции, Бельгии, Швейцарии, Люксембурга. Повсюду выступления мастеров из Советского Союза проходили при переполненных залах, вызывали бурные аплодисменты. Многие номера приходилось повторять по нескольку раз. Я вас послом мира и дружбы между народами названа грузинский ансамбль «Рустар» и назвал вас французская газета «Юнион». Мне очень приятно было найти ту статью, где так втепло о вас говорят и французская сторона, и советская сторона. Но у меня такой вопрос. Прошло больше 30 лет после этой статьи. Вы повидали очень многих зрителей в разных странах мира. Скажите, за эти годы сильно ли изменился зритель? Какой он это зритель? Сейчас и какой он был раньше? Такой же или все-таки другой? Спасибо большое. Спасибо за то, что вы напомнили замечательную статью журналиста Кривопалова, который тогда служил во Франции, работал там в посольстве. И я помню, вот с Фридоном мы помним, что 12 концертов провели только в Олимпии, в Париже. 12 в Олимпии, да. Это самый престижный зал тогда было. И сейчас не знаю. Ну, сейчас тоже, да. И я помню, как принимали там. Принимали великолепно. Стоя аплодировали. После концерта, в конце, я говорю, стоя аплодировали. 12 концертов было в переполнен зал. И потому Кривопалов не так просто писал. Он, значит, был свидетелем такого, можно сказать, что с восхищением, значит, он писал. Потому что это была настоящая победа во Франции, в центре, в Олимпии. Выступает из маленькой страны ансамбль «Рустави» и имеет такой успех. Да. Что касается, вы спрашиваете, значит, зритель, как принимал тогда и как сегодня. Изменилось ли что-нибудь? Я вам скажу, в Олимпии очень хорошо принимали. После этого мы объездили больше 70 стран мира, значит, выступали в самых престижных залах. И тоже можно сказать, что везде, где «Рустави» не выступал, был большой успех. Так ли, Придон? Был большой успех. Программа менялась, участники менялись, поколение, новое поколение пришло, как танцоры, так и певцы. Но зритель, мне кажется, мне показал, что не меняется. Почему? Потому что везде хорошо принимают нас. Спасибо за вопрос. Надеюсь, что там тоже будет. Попробуем нас. Спасибо. Дорогие друзья, все-таки я тут и жду ваши руки. Друзья детства не хотят сказать. Молодость. Молодость. Я, прежде всего, хочу приветствовать моего друга. Детство, как сказать. Пригодно. Мы сборный Советского Союза. Мы организовали такой концерт по Америке. Собрали лучи коллективы, танцевали и так далее. А они уже были в Америке. Мы когда приехали, Руставик был в Америке. И читаем статьи. И представляю, который возил нас, возил опять и Руставик. После нашей гастроли он мне дал целый букет. Это самый пакет. Пакет. Ниже, да? Как надо? И ближе. Ближе, да? Да. Значит, дает мне целый такой бокс. Регнамни. Регнамни. Я, наверное, оставил и так. Сейчас будет. Да. Значит, дает букет и ансамбль в Уставе. Я принес. Ну, раздал там многим. Притом, я не помню, я гагал. Нет. Но у меня до сих пор они остались некоторые. И моим друзьям мы ансамбль «Кавказ». Московский ансамбль «Кавказ». У нас вот друзьями ветеринары сидят, которые дружили всегда с ансамблем Рустави, танцорами Сухишвили и так далее. Но статьи о чем писали. Если хотите в вокале что-то новое найти в мире, послушайте ансамбль Рустави. Вот это была самая большая оценка, потому что эту полифонию, полифонию в народном плане петь, только умеют грузы. Ни одна нация в мире не поет вот эту полифонию. Это грузы не так сложно могут быть. Есть какие-то корсеканцы поют, мы знаем все. Но это смешно слушать по сравнению с грузией. Поэтому, значит, для нас очень большая гордость была, когда писали такие статьи. И я вот эти газеты у меня, значит, дома где-то лежат. Я могу, если я найду, я вам принесу эту газету. Теперь я хочу другое сказать. Я хочу сказать вот о чем. Молодой, красивый. Значит, придом с лабиризой. Я встретил его в Дон народный. Как назывался это? Культпросвет училища. Вот они вместе учились. Вот в Статышвили. И я смотрю, он танцует к Артуре. А я походил на Динамо. Фанатик Белийского Динамо. Я армянин по национальности. Фанатик Белийского Динамо. Значит, да, я народный артист России. Извините. И теперь я говорю, Придон, ты что тут делаешь? Давай пойдем в двухутый Дарахвилидзе, в молодежный ансамбль. А я был в этом коллективе и в филармонии работал. Он говорит, а мне возьмут, говорит? Я говорю, как тебе возьмут? Пойдем посмотрим. И я помню, Дарахвилидзе его 10 раз погнал к Артуре. 10 раз заставил танцевать. Все обалдели, что такой парень. Он ученик знаменитого Антона Чихвадзе. Понимаете, это мастера из оперного театра. Это непросто. Еще плюс такой, так сказать, самоотдачи. И да, трудолюбие, которое он создал. Я хочу вот что сказать. Дальше он пошел в Сухишвили, его взяли, естественно, и так далее. Он стал легендой при жизни уже. Для всех кавказцев. Вот все кавказские танцоры, которые есть, много их. На Кавказе все народные коллективы. Вот тут сидит чеченец, мой друг. Тоже народный артист России. Хороший танцор. Спасибо. Он прям говорит, вот он. Он говорит, я учился на Придона. Правильно говорит. Потому что Придон был показателем всего Кавказа. Общий любивец. На Придона равнялись все. Старались равняться. Но равняться невозможно. Кстати, он, может, и не знает. И Сухишвили знает. Он был гениальный директор. Из-за него Греция приглашал целый ансамбль «Танцы Грузии». Приглашал каждый год Грецию. Из-за него. Многие не знают этого. Это я знаю. Я знаю этих греческих импресариев. Потому что сам тоже иногда через госконцерт делали мы для своего маленького Кавказа ансамбль. Мы ездили, много объездили мы. Но то, что о нем говорили всегда, это действительно легенда. Анзор, я уже говорил, что про вашего ансамбля, как писали, великие критики о Медии. Это полифонисты, это великие деятели хоровой культуры. Как в Австрии, вы даже не знаете, что австрийцы писали о вашей культуре. Австрии любят хоровую культуру. Вот они и писали. А вот кавказские танцы, чтобы вот так прославить, как он прославил, вот, извините, но с его уходом ансамбль «Танцы Грузии» осирать делали. Им честно говорят. Там другое уже, но это не придон, сулабельцы. Это был эталон, вот как ограненный, знаете, бля, когда вот делали хорошую огранку, вот он блестит. Вот это он придон, сулабельцы. Большое спасибо, что вам счастливы здесь. Дорогие дорогие, я не знал, что я так хорошо танцал. Я столько хвалил, я хочу поблагодарить, я хочу спасибо сказать. И огромное спасибо, что так любишь меня. Я тоже очень люблю тебя. Дорогие друзья, я знаю, что в зале очень много танцоров. И молодых, и хореографов. И вопросов у них, вот, до вашего прихода, в одном году, вопросов у них была масса. И сегодня, видимо, стесняются, я не знаю, в чем дело, все молчат. Никто не хочет вопрос задать. Тогда можно я задам вопрос? Я знаю просто, какой вопрос всем гложет. В первую очередь, конечно, для нас это великая честь, что вы у нас сегодня в этом зале. Для нас, я имею в виду, все грузин, которые пытаемся и поддерживаем грузинскую культуру. Живя много лет, пытаемся вот это в себе развивать еще больше, еще больше к этому стремиться. Но есть такой вопрос. Этот вопрос у меня, ну, может быть, я не очень политкорректно, если задам такой вопрос. Но все-таки очень много сейчас, я как человек, который занимается культурой, сталкиваюсь с тем, что многие, не грузинские ансамбли, танцевальные, большинство у нас в России, танцевальные ансамбли, используют грузинские такие традиционные элементы, технику, чакура, кахили и не только. И никогда не говорят, что это грузинский танец, что это грузинская мелодия. Вот совершенно такой фантастический случай у меня был в сентябре. Я пришла на, назывался «Межнациональный вечер», прихожу и выходит даже не Кавказский ансамбль, ну, не тот Кавказский ансамбль, у которого есть, ну, не Северокавказский ансамбль, то есть Закавказская республика, танцует грузинский танец под музыку, даже знаю, какая композиция ансамбля, и объявляет, что это азербайджанский народный танец. Я не знаю, я даже хотела сделать круглый стол, потому что для меня, как для грузинский, это получается, что мы свое достояние отдаем, ну, отказываемся от достояния. Как вы на эту тему смотрите? Как вы этот вопрос? Я не знаю, я предупреждала, может быть, это не очень политкорректно, но вот такие факты есть. Или, может быть, вы объясните нам, чем мы отличаемся, наш танец отличается от других Кавказских танцев, и не только Кавказских танцев, чем наши танцы отличительны. Спасибо. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Субтитры создавал.